Линейная функция — это функция вида y равняется kx плюс b, где k, как мы уже определили, угловой коэффициент, и добавляется еще новый параметр b. Давайте посмотрим, на что влияет b. Беру черчевосик координат y x Ну, понятно, если бы я сейчас чертил реальный график, мне бы еще пришлось задать начало отсчета, единичные отрезки, но сейчас мы рассматриваем какой-то условный график, где k и b мы не знаем. Пусть у нас есть какой-то график, и рекомендаются kx. Ну, давайте я возьму какой-нибудь вот такой k, при сдвиге на 3, поднимаюсь на 2. Это 3, 2, и в другую сторону 3, 2, и 3, 2. Вот такой вот у нас график. Это у меня будет график y равняется kx. Такой график мы уже строить умеем. Теперь давайте посмотрим, на что влияет вот это b. Если бы у нас b не было, то был бы вот такой график. y равняется kx. Прямая пропорциональность. Взяли какой-то x, умножили на k, получили kx, и теперь мне к результату нужно взять и прибавить число b. То есть была у меня вот такая точка, но я еще должен взять и прибавить b. И у меня получится вот такая точка. Была, допустим, у меня такая точка, в конце мне нужно взять и прибавить b. Ну и так далее. Была такая точка, прибавили b, тут тоже взяли, прибавили b. То есть каждую точку графика абсолютно мы взяли и подняли на b вверх. И вот мой новый график будет выглядеть как-то так. Так, это будет график y равняется kx плюс b. То есть каждую точку графика я взял, вот так вот поднял на b. Эту на b, эту на b, эту на b, ну и остальные так же. То есть если мы умеем с вами строить график y равняется kx, а это прямая пропорционность, мы ее умеем строить, то дальше просто достаточно взять и этот график сдвинуть вверх на b. Каждую его точку. Но это нам придется тогда делать два действия. Вначале строить график y равняется kx, и потом сдвигать на b. То есть b это то, насколько мы поднимаем или опускаем, если b отрицательно, каждую точку графика. Также мы можем понять, что если у нас x равен нулю, тогда у нас kx равно нулю, и у нас y совпадает с b. То есть будем иметь точку оси ординат с ординатой b. b, то есть это помимо того, что насколько мы поднимаем каждую точку графика, это также ордината точки пересечения графика с осью ординат. Всегда будет эта точка. Поэтому если у вас есть какой-то график вот такого вида, то вы сразу можете найти ординату точки пересечения с осью ординат. Это нам в будущем понадобится. Но надо понимать, это мы сейчас рассмотрели всего один случай. У нас в данном случае уголок коэффициент был положительный, и число b тоже было положительным. Но ведь у нас есть очень много разных случаев. Когда k больше нуля, и b больше нуля. Когда k больше нуля, и b меньше нуля. Когда k меньше нуля, и b больше нуля. Когда k меньше нуля, и b меньше нуля. Когда k не равно нулю, и b равно нулю. Когда k равно нулю, и b не равно нулю. И когда и k, и b равны нулю. Я уже заранее сделал заготовочку, в которой расписаны все варианты, уже построены оси координат, остается провести только сами графики. Первый случай. Уголок коэффициент больше нуля и b больше нуля. Уголок коэффициент больше нуля, значит графика идет через первую третью координатной четверти. И b больше нуля, значит каждую точку графика поднимаю на b. График пойдет как-то вот так. Уголок коэффициент больше нуля, но b меньше нуля. Уголок коэффициент больше нуля, значит график идет через первую третью координатную четверть. Но b меньше нуля, значит каждую точку графика опускаю на b. График пойдет как-то вот так. Уголок коэффициент меньше нуля, но b больше нуля. Уголок коэффициент меньше нуля, значит график идет через вторую четвертую координатную четверть. Но b больше нуля, значит каждую точку графика поднимаем на b. График пойдет как-то вот так. Угловый коэффициент меньше 0 и b меньше 0 Угловый коэффициент меньше 0, значит график идет через вторую и четвертую координатные четверти И b меньше 0, значит каждую точку графика опускаем на b График пойдет как-то вот так Угловый коэффициент не равен 0, а b равно 0 Угловый коэффициент не равен 0, а b равно 0 Значит функция будет y равняется kx То есть просто прямая пропорциональность Как ее строить, мы знаем Если угловой коэффициент равен единице, график идет вот так Если угловой коэффициент от нуля до единицы, график идет как-то так Если угловой коэффициент меньше нуля, значит график идет как-то так Угловой коэффициент не равен нулю, значит есть какой-то наклон А b равно нулю, значит подъема и спуска нет Все графики проходят через начало системы координат. Угловый коэффициент равен 0, а b не равно 0. Угловый коэффициент равен 0, а b не равно 0. Значит, функция будет выглядеть вот так. y равняется b. То есть, y не будет зависеть от x. Такой бы x мы не взяли, y всегда будет равняться b. Взяли вот такой x, y равняется b. Взяли вот такой x, y равняется b. Взяли вот такой x, y равняется b. То есть, вот так пойдет график функции y равняется b. Это если b положительное. А если b отрицательное, аналогично, просто ниже оси акции b меньше 0. Угловой коэффициент равен 0, значит нет наклона. Вот они. Прямые параллельные оси абцисс. А b не равно 0. Значит, есть либо подъем, если b больше 0, либо спуск, если b меньше 0. И последний случай. И угловой коэффициент равен 0, и b равен 0. И угловой коэффициент равен 0, и b равен 0. Значит, правая часть это просто 0. y равняется 0 до любого икса. Взяли такой, x, y, 0. Взяли такой, x, y, 0. Взяли такой, x, y, 0. И график просто совпадает с осью абцисс. Угловой коэффициент равен 0, значит нет наклона. b равно 0, значит нет подъема и спуска. Еще раз. Линейная функция это функция вида y равен 0, и x, x плюс b. k это угловой коэффициент. Такой же, как в прямой пропорциональности. Но добавляется еще число b. Что же оно делает? Ради начала построим график y равен 0, и x. Мы представили, что k у нас положительный, и график пойдет как-то вот так. Но теперь каждый раз, когда нам нужно вычислить y, к результату мы должны прибавить число b. То есть, при x равен 0, y равен 0, но окончательный, ирик у нас будет плюс b. Подняли точку на b. Была вот такая точка, но в конце у нас добавилось плюс b. Подняли точку на b. Была вот такая точка, но теперь нам нужно поднять ее на b. В общем, мы взяли и каждую точку нижнего графика подняли на b. У нас получился новый график kx плюс b. Значит, b это то, насколько мы поднимаем или опускаем, если b отрицательный, каждую точку графика. Если у нас x равен 0, то kx равно 0, и y просто равен b. То есть, при x равном 0, у нас y будет совпадать с b. Значит, b это ордината точки пересечения графика линейной функции с осью ординат. Вот его основной смысл. Но это мы сейчас изобразили в случае, когда у нас k положительный, b положительный, но ведь есть сразу 7 вариантов. Рассмотрим все возможные случаи. Угловой коэффициент больше 0, значит, график проходит через первую третью координатную четверть. b больше 0, значит, каждую точку графика поднимаем на b. Угловой коэффициент больше 0, значит, график проходит через первую третью координатную четверть. b меньше 0, значит, каждую точку графика опускаем на b. Угловой коэффициент меньше 0. Рассмотрим все возможные случаи. Угловой коэффициент больше 0, значит график проходит через 1 3 координатные четверти. b больше 0, значит каждую точку графика поднимаем на b. Угловой коэффициент больше 0, график проходит через 1 3 координатные четверти. Но b меньше 0, значит каждую точку графика опускаем на b. Угловой коэффициент меньше 0, график проходит через вторую четвертую координатные четверти, но b больше 0, значит каждую точку графика поднимаем на b. Угловой коэффициент меньше 0, график проходит через вторую четвертую координатные четверти и b меньше 0, значит каждую точку графика опускаем на b. Угловой коэффициент не равен 0, а b равно 0. Угловой коэффициент не равен 0, а b равно 0, значит функция y равняется kx, прямая пропорциональность. Различные случаи для различных k. Угловой коэффициент не равен 0, значит есть какой-то наклон, b равно 0, значит нет подъема и спуска. Все графики проходят через начало системы координат. Угловой коэффициент равен 0, а b не равно 0. Угловой коэффициент равен 0, а b не равно 0, значит наша функция y равняется b. y не зависит от x, для любого значения x, y будет принимать одно и то же постоянное значение b. Значит это просто прямая параллельная оси абсцисс. Если b больше 0, прямая идет вот так, если b меньше 0, прямая идет вот так. Угловой коэффициент равен 0, значит нет наклона, поэтому эти прямые параллельные оси абсцисс. А b не равно 0. Говорит о том, что они именно параллельны, они совпадают с ней. То есть есть либо подъем, если b больше 0, либо спуск, если b меньше 0. Последний случай. Угловой коэффициент равен 0, b равно 0. Угловой коэффициент равен 0, b равно 0, справа 0, значит y всегда равен 0, для любого x. То есть какой бы x мы не брали, y всегда равен 0. Значит наш график совпадает с сосью абсцисс. Угловой коэффициент равен 0, значит нет наклона, b равно 0, значит нет подъема или спуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова